Я не показываю изображение Гочи, потому что то, о чём он будет говорить, может доставить какие-то неприятности ему на работе. И поэтому мы решили не показывать его лицо, потому что говорить мы будем о таких довольно-таки чувствительных для Эстонии темах. И я представлю Гочи, автор Эхо Москвы. До своего, так сказать, выдворивания из России Гочи работал в федеральных газетах различных. И вот уже много лет ты Гочи живёшь в Эстонии. Расскажи, пожалуйста, о тех проблемах, которые ты исследовал, изучал, о которых ты писал и пишешь, в частности, о преступности в Эстонии. Ну, в Эстонии как бы нету как таковой организованной преступности. В Эстонии существует уличная преступность и, скажем так, неорганизованная преступность, но которая доставляет очень большой хлопот, в принципе, местным жителям. Это в основном портавец города. На местах преступность, оно бывает хаотичное, но если совершается преступление, то это совершается очень тяжкое преступление, убийство. Ну, такие в виде преступности, не преступности, такие в виде случаев бывают очень часто именно в эстонских правительствах. Это связано совершенно с другими проблемами, чем, допустим, в городах. Город живёт городской жизнью, а провинция живёт провинциальной жизнью. Естественно, самая большая проблема для Эстонии – это пропавшие без вести и серийные убийства, которых пока что не могут раскрыть эти преступления. Наверное, все слышали преступления в Нарве, пропавшие без вести на трассе. Это уже продолжается десятилетиями. Ты вот предупреждал у себя в Фейсбуке о том, что финским туристам, да, они безопасны ездить сюда? Раньше это не имело места. Нет, как бы они могут посетить Тали, никто не рекомендует их не приезжать. Нет, просто в последнее время появились довольно-таки организованные группы этнических циган. Они из Румынии, из Болгарии, у которых есть проводники латышские цигане, которым довольно ориентируются в Эстонии. Это связано с тем, что они приезжали, наверное, в советское время и имеют какие-то здесь связи. И вот они, вот это совершенно новый преступник, который основан на этнической основе, которой в Эстонии раньше не было. У этих групп присутствует там своя разведка, то есть наружное наблюдение. Они выслеживают, довольно потом провожают, передают других групп. И вот я уже даже сам лично, уже третьего человека подбираю, финна, именно в бессознательном состоянии. И когда последнего человека подбирал, то при нем был, ну, скажем, лопатник. Так циганы, вот эта группа, экипажи, они разбиты на экипажах, так сопровождали меня уже, как бы, куда его отвезут. То есть это довольно-таки хорошо организованная группа, которая имеет даже свое прикрытие. Типа они продают сковородки, но это не так, конечно. И потому я призвал, как бы, быть бдительным. Они выслеживают их, именно, около увеселительных заведений. Собственно, это было сегодняшний подоконник. Ну, я думаю, что полиция занимается этим, правильно? Как-то она знает? Я не в курсе, как бы, она занимается или нет. Но, скажем так, что эстонская криминальная полиция, по сравнению с тем, что я вот сталкивался в России, с тем же РОПом, с МОРом, это довольно слабая организация, потому что, чтобы быть сильным, надо создать доказательную базу информации недостаточно. Вот мы владеем информацией, как обычно бывало в России. Надо прессовать, что значит у нас демократичная страна, мы не можем их выдворить. Это... Надо действовать, с преступниками надо разговаривать совершенно по-другому. А в Эстонии мы постоянно с чмит демократическая страна, мы не можем их трогать. Зато они трогают, я в очном порядке. Забирают у слабого деньги. Нет, ну, в чем тут демократия? Если человек совершает преступление, за этим следует наказание. Так это преступление надо фиксировать, создавать доказательную базу. Я не знаю, этим занимается кто-то или нет. Это уже больше полгода продолжается, это вакхановое. Ну, а вот это... И жертвами обычно бывают наши старики и финские граждане. Ну, наверное, понимаете почему. Да, но они богатые и... Нет, которые не могут написать заявление там или там уезжают там на какой-то причине. Это все просчитано. И действуют эти люди, эти группы довольно нахально. Какая еще преступность здесь? Во стране заметно. Ну, заметно, конечно, больше всего наркопреступлений. Наркопреступлений, которые не имеют, как бы, точно скажешь, криминальную крышу, они сами являются, как бы, крыши. Эти группы создаются хаотично и они распадаются. Имеют карту респирацию, безусловно. Кто-то в этой группе, бывший сотрудник полиции, который их инструктирует, скорее всего. И они так довольно успешны. Поскольку Таллины являются транзитные страны, тут неудивительно, транзитным городом. Но тут неудивительно, что существует именно такой вид преступности. Именно это организованная преступность. То есть, этническая преступность, цыгане, наркопреступления и уличные преступления. И сейчас ты говоришь о том, что вот эта кривая преступности пошла вверх. Да, пошла навеку. И ты связываешь это с чем ты связываешься? Ну, с обнищением населения, я думаю, там это все связано. Обнищение населения? Обнищение населения. То есть, люди вынуждены, да? Нет, не вынуждены. Это молодежь просто там не видит никаких... Вот в перспективе, именно то, что они уже подсажены на наркотики или на что-то. То есть, когда человек совершает преступление, вот именно вот эта специфика, наверное, эстонская, скажем так, таллинская, что он так и секс, он все равно связан с наркопреступлением. То есть, вот самый высокий уровень преступности в Таллине, именно, да, как в Круглом городе, так и так далее. В правительствах бывает преступность, но она опять связана... Они... убийства, там, причинение телесного повреждения, тяжкого телесного повреждения. Но вот там совершенно другой вид преступности. Тот же пиар, но там, допустим, нет имущественных преступлений. Мало краж. В Таллине оно очень сильно заметно. Кражи квартирные, да? Не, ну, квартирные, квартирные, именно грабежи на улице. Именно и поделены это, как бы, на свои секторы и работают. И вот именно вот эти циганские группы тоже работают. Ну, они именно специализируются, специализируются именно на фильмах. Они пока без них не трогают, как бы. А вот, слушай, тут очень много писалось про таксистскую мафию. Ты знаешь что-то про это? Ну, как таковое, у нас таксистская мафия не существует. Не существует? Не существует. Это просто бывшие таксисты, которые были уволены по разных причин, там, из разных купликтов. И они просто покупают стоянки там. Ну, что значит мафия или там организованный преступник? Значит, они связаны с кем-то из полиции. Но это неправда, что таксисты платят полиции деньги. Надо отметить, что полиция довольно прозрачная в Эстонии. И говорит, что им кто-то деньги платит. Это просто неправда. Но другое дело местный муниципалитет. Когда муниципальная полиция не трогает их. В этом есть сомнения. Но для этого нужны доказательства, что муниципальная полиция. Но таких доказательств нет. А с другой стороны, именно вот этих таксистов, про которых говорят, что это там таксо-мафия, но про им они не являются. Они, скорее всего, где-то на каком-то уровне связаны именно с каким-то транспортным методом или там с муниципальной полицией или с кем-то. Потому что в частных разговорах они признаются, что кому-то платят. Но кому они платят, наверное, это дело полиции. Пусть они сами раз не идут этого дела. Вы, наверное, слышали, что сейчас много дел именно уголовных дел открыты именно о коррупции в Таллинском собрании, в Таллинском самоуправлении. И я думаю, что рано или поздно все равно выйдут на этот. Потому что это совершенно уже невозможно, когда туристы платят огромных денег просто вам. И совершенно официально за проезд там 2 километра, 3 километра заплатить там 20 евро, там 15 евро. Да-да-да. Окей. Ну, в общем, ты не чувствуешь себя тут в безопасности, да, так? Нет, почему? Ну, всякое есть. Ну, вот, допустим, если открыть социальные сети там или прогуглить, там есть какие-то угрозы, там угрожают. Но это смешно, конечно. Тебе? Да, угрожают. Это местные соотечественники, там какие-то там прокремлевские организации. За что они тебя так не любят? Ну, наверное, им не нравится, о чем я пишу. Скажите, пожалуйста, а вот спецслужбы в Эстонии, они сильны? Ну, я не знаю, насколько они сильны и насколько они слабы, это так в двух словах не скажешь, но я думаю, что в Эстонии очень сильный контрразведывательный режим, но на каком-то уровне, вот, все равно, вот, что случилось с Кохвером, их переигрывают, потому что в России есть история. Политического сиска, политического розыска, там, контрразведки во время войны. А в Эстонии этого нету, поскольку до войны все сотрудники КАПУ фактически были истреблены. И КАПУ создавали бывшие сотрудники милиции, что я считаю, это было неправильно. И как раз я и в России занимался этой тематикой, там, делом Карточкова. Да, все агентуры, которые там оставили при Балтике, это были бывшие милиционеры все. Кстати, и Дрессен тоже был бывшим милиционером. И Карточков как раз вот этим делом я занимался, он был, обеспечивал контрразведывательную работу именно в МВД. Я уже обладал информацией, что как бы все почти сотрудники милиции, которые, не все, ну, конечно, но вся агентура нелегальная, строится на их, во-первых, сотрудники милиции. Почему? Потому что они знают оперативную работу как-никак. Там, в чем-то осведомление, конечно, специфика другая. Вот если к делу Кохлева вернуться, да, никто не ожидал, что ФСБ вот его похитят? Да, никто не ожидал. Мне офицер криминальной полиции рассказывал, что они, ну, там, ФСБшники, финские полицейские, эстонские сидели в одной компании и переводят. Но это не правда. Это невозможно, что сотрудники Капу там с ними. На каких-то, на каких-то семинарах, может быть, международных, да? Я думаю, что просто это плод фантазии разных там российских расследователей. Допустим, есть такой, я думаю, что это плод фантазии, поскольку Капу является спецслужбой и ФСБ является для него вражеской организацией, противником. И тут никакой сотрудничества не может идти речь. Но это полиция. Это, скорее всего, криминальная полиция, либо граничники там. Да, 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 ну вот, да. А с Кохлером что произошло? Произошло то, что они просто недооценили противника. Да, да, они не ожидали. И мне вот этот полицейский говорит, что это была подлость такая. Нет, ну, я думаю, что просто тут недооценили. И второй момент там сыграл то, что, конечно, эстонцы могли открыть огонь. Я об этом писал. Но опять страх, понимаете? Вот в Эстонии не могут себе вбить голову, что идет война. Идет холодная война. Что Берлинская стена, она уже перенесли на реки Нарова. Здесь до сих пор думают, что эстонские политики, кстати, являются первыми пораженцами. Я не знаю, какой там мысли там в Капу там у них или как они думают, сотрудники. Для меня Капу это только пресс-служба, которых я знаю там, ну, начальника пресс-службы, ну, как гражданский человек. Естественно, у меня нету доски подальше. И я не знаю, что они думают. Но эстонские политики, многие даже в справящей партии думают, что можно с Россией договориться. Можно с ними вести какие-то диалоги. Ну, это просто абсурд. Я думаю, это связано просто именно пораженческими какими-то мысливыми. Не, ну, все-таки эстония 2,6% ВРП тратит на вооружение. Это основная член НАТО, то есть тут НАТОвская армия. То есть вряд ли они прям... Да, это НАТОвская армия, это НАТОвская контрразведка. Но вот политики же не НАТОвские. Откуда эти политики появились? Они появились из школы НИСКОМИ. Прямо пришли в парламент. Вчера закончили гимназию. Какой-то институт Каплицкий или Лас-Намьевский, у них образование совершенно непонятное, что за Каплицкие университеты, Лас-Намьевские колледжи. Посмотрите политику, какие бигграунды. Ну, смешно просто. Ну, сейчас они стали осторожнее, конечно, после того, что случилось на границе, после этого инцидента. Я думаю, они сделают выводы. Я думаю, что союзники тоже предложат к этому руку. И я думаю, что это, ну, везде бывает поражение, и везде бывает победа, но дальше я думаю, какого не повторится. И я уверен, что действительно, я могу сказать, что вот чиновники, а чиновники они бывают и в МВД, и в разных министерствах, они чиновники, и в Тонске, это совершенно другие люди, очень ответственные, чем, допустим, те же политики. Я думаю, Капус сделает выводы какие-то, и дальше это не повторится. От ошибок никто не застраховывает. Я вот всегда скептически относился всяким диссидентским движениям. Я очень скептически отношусь тем людям, которые приезжают в Эстонию, которые сюда приглашают, потому что эти люди очень... с непонятными биографиями. Кто конкретно? Ну, конкретно так трудно назвать людей, но в основном, которые борются за право человека, или, ну, как практика показывает, эти люди так или иначе потом они связаны со спецслужбами России. Ну, если Цветаева и Фрост были агентом, ну, что можно говорить? Ну, тут все-таки надо конкретно говорить, да? Ну, все-таки это дело контрразведки, и мы оставим это... Кого ты обвиняешь, да? Потому что так тоже... Ну, массово, я уверен, что это такой-то вброс. Я вот тоже правозащитник, но я же не связан с КГБ. Ну, я бы не сидел перед вами. Ну, конечно, конечно. Слушай, а вот еще такой вопрос. А вот если вернемся к преступности, да? Вот, проституция здесь сильно криминализована? Нет, знаете, проституция здесь отличается от других городов, от других стран, где я работал, где я обывал и занимался именно профессиональной работой. В Таллине, что ни странно, проституция не имеет криминальную крышу. То есть это совершенно добровольная такая... Вот хочет женщина заниматься этим, она занимается. Она сама по себе, да? Да, она сама по себе, но если она даже прибивает в каком-то доме, в борделе, скажем так, чтобы понятно было, то этот бордел не платит криминальным крышам деньги. То есть тут нет такого, что проститутку, скажем так, проститутку избили, заставляли. Тут в борделе не попадают жертвы трафикингов. Нет, тут таких нет. То есть тут все местные, да? Да, все местные, и при том здесь не совершается преступление. То есть вот... А вот возраст... С какого возраста? Совершеннолетние. Совершеннолетние, потому что... Ну, сколько лет? Просто я... Ну, есть разные, есть студенты. 15 лет в студенте. Нет, нет, нет. Эти студенты, им по 18 лет. Есть домохозяйки там. Есть совершенно разные категории людей. Вот, вот. В Эстонии запрещено не проституцию, как бы... Сутенёжка. Сутенёжка, сводничество. И по этой статье попадаются очень много. А она, как бы, это бизнес так построено, она не может сама и поехать к клиенту там, и оттуда, ну, где-то дом снимать, арендовать. И вот водители в основном, и хозяйки квартир попадаются вот по этой статье, вот именно сводничество. Хотя они не сводники. А кто занимается проституцией? Разные... Русские в основном, нет? Нет, почему нет? Вот разные. Но станции тоже, а станции? Блин, почему? Это все занимаются. Это не имеет национальную подавку. Национальную... Национальность не имеет этого. Особенности? Да, нету тут национальности. Но это же занимаются все. Ну, ясно. Ну, спасибо тебе, Гоча, за очень интересный рассказ о преступности в истории. Вот. И держи в курсе событий. Спасибо вам. Спасибо, Максим. Спасибо вам. Всего хорошего. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok